Всех приветствую на канале Маракаси. Давайте посмотрим бой на танке Чарльд Имэджин. Соответственно, бой очень занимательный, особенно конец мне понравился, так что рекомендую досматривать до конца. И сегодня поговорим о свежих новостях мира танков. Действительно, очень много новостей. Разработчики нас этим балуют. Но, соответственно, не все довольны дальнейшими изменениями в игре. Но, тем не менее, разработчики гнут свою линию. Все дело в том, что разработчики введут огнеметные САУ, целую ветку американских огнеметных САУ. Уже это вызвало, ну и такую, мягко скажем, не очень реакцию у игроков. Многие считают, что это может поджарить жопы игроков еще больше, хотя и сейчас очень много всего, что довольно-таки, ну так, поджигает жопы игроков. И, соответственно, стоит отметить, что все это дело выйдет, ну там, не так уж и скоро, а только 15 января, тут только там чуть больше, чем через два месяца. И, соответственно, это будет такой глобальный патч 1.30. И стоит отметить, что разработчики пока что на данный момент решили так, что по одной такой вот огнеметной машине будет с каждой из сторон в команде. Соответственно, это, наверное, правильно. И, с другой стороны, это, ну, как бы заставляет задуматься. Если разработчики ставят по одной такой машине, возможно, они в курсе, насколько это все-таки, ну, дисбалансно и очень может быть токсично. Поэтому не стали там по 2-3 делать даже, хотя арты даже 2. Представьте, насколько может быть эта машина токсична, раз их стоит всего по одной штуке. Хотя разработчики еще могут, конечно, свое мнение поменять и, может быть, там сделать 2 или 3 машины. Ну, зависит, конечно, еще от популярности. В принципе, никогда у нас еще не было огнеметных танков прокачиваемых. Был только премиумный танк, который, опять-таки, ну, очень сильно сделал бадхерт игрокам. Ну, и, соответственно, еще одна интересная новость. Новый танк за заслуженную награду, то есть, ну, так называемый подарок для ветеранов. Это пятый уровень СТ-115. Что из себя представляет этот танк, сложно сказать, но хотя бы, как бы, радостно, что это пятый уровень. Там, а не третий, не второй, не четвертый, а хотя бы пятый. Ну, хотелось бы шестой, конечно, или седьмой. Ну, ладно, пускай хотя бы так будет. Будем надеяться, что танк хороший. Хотя, лично, мое мнение, что разработчики, ну, практически полностью прикончили бои на танках от пятого уровня и ниже. То есть, там бои очень такие специфичные, с ботами и тому подобное. И, лично, я очень любил поиграть там на некоторых танках на пятом уровне. Но теперь уже давно не играю, потому что играть в мини-команде, еще и с ботами, ну, такое себе удовольствие. Даже если нагнешь, особо кайфа нету. Напишите в комментариях, хотели бы вы получить такой подарок, либо считаете, что это не особо-то и важно. Ну, а я хочу подарить вам подарок в виде золота. Вы можете поучаствовать в розыгрыше золота от тысячи и больше золота, вплоть до трех тысяч. Соответственно, вам нужно всего лишь написать комментарий по теме видео и указать свой игровой ник. Тем самым вы сможете поучаствовать в розыгрыше золота. Принимаются ники только с мира танков. Ну, а сейчас давайте немножечко поиграем на сайте водки.ком. Попробуем урвать какой-нибудь интересный приз. Соответственно, крутим, вертим и пытаемся найти нужный кейс. Соответственно, получаем один день према. Не очень много, не столько много, как хотелось бы, но ладно. Это только начало. В принципе, еще может выпустить что-то поинтереснее. Давайте смотреть. И отлично, Т-54 первый образец падает. Прям танк восьмого уровня. Это замечательно. Но еще немножечко я попытаюсь поиграть. Тут, может быть, еще что-то годное выпадет. Сейчас проходит акция 50% скидка на все категории. Поэтому очень выгодно крутить. Три дня према падает неплохо. Опять-таки. Плюс ко всему на данном сайте, каждая шестая игра бесплатна. И каждое десятое пополнение утраивается. Так, 100 золота падает. И давайте, наверное, на этом и закончим. Но для начала хочу напомнить, что вот есть розыгрыш бесплатный. Можно поучаствовать в бесплатном розыгрыше золота. Кроме того, по моему коду SUPER777 вы получаете бонус при пополнении. Также вывести золото можно легко через специальный функционал сайта. Ну и на этом все с игрой на сайте ВотКит. Переходим снова к новостям мира танков. Итак, разработчики продолжают немножечко менять карты в плане освещения. На этот раз под их нож попала карта степи. Наверняка некоторые игроки спросят, а зачем вообще это, собственно, делать, если геймплей? Ну, особо-то и не меняется, просто меняется освещение. Ну, наверное, для разнообразия делают это, чтобы были разные вариации карт и было чуть более разнообразнее. Хотя, у кого слабый компьютер, ему не до разнообразия. Но, лично, я люблю какие-то графические новшества, хотя графикой там особо и не пахнет. Но хотя бы немножечко карта будет по-другому выглядеть, что уже, на мой субъективный взгляд, может быть и неплохо. Разработчики также презентовали LBZ 4.0 под названием Новые Горизонты, который, опять-таки, будет в патче 1.30, этом глобальном мегапатче, который соберет в себя очень много обновлений. Заметьте, все как, в принципе, у варгейминга. То есть, нам, как бы, выдавают в уши то, что это две разные компании, ну, пускай нам будет так, как бы, в кавычках. Но, по факту, сходство, как будто одна, короче, какая-то организация руководит и примерно планирует изменения. Итак, АРМТ, это танк, соответственно, первый, который можно будет получить за LBZ. Потом у нас TF2 Clark, это, кстати, огнеметный американский танк Project Mutant. И также, вот, четвертый танк неизвестен. На данный момент он находится в разработке и засекречен. Но, в принципе, вот такие вот машины, насколько они будут интересны, покажет только время, когда это все дело выйдет. Потому что, да, можно, конечно, там в дальнейшем наверняка найти ТТХ этих танков. Но дело это не совсем благородное, потому что можно рассмотреть одни ТТХ, а на редвизии будут совершенно другие. Но, в любом случае, хочется верить в то, что LBZ четвертой компании будут интересными. А вот весьма интересная такая новость, которая лично меня обрадовала, да и многих игроков наверняка тоже порадует. Итак, разработчики снизили цены на некоторые расходники. Слот в ангаре будет стоить 100 тысяч кредитов. И также 16 койк вместо 300 золота будет стоить 100 тысяч кредитов. Что очень даже хорошо, меньше золота придется тратить. Лент-Лизовское масло было 5 тысяч, сделали 3 тысячи кредитов. Стооктановый бензин тоже 3 тысячи. Качественное масло, опять-таки, снизилось цене до 3 тысяч. Вот так бы и в реальном мире, на самом деле, продукты и всякие другие потребности снижались в цене. Но все только растет, мне кажется. Но хотя бы разработчики в игре снижают цены на что-то. Поэтому, ну, танкисты, можно в танках жить. Особо не выходить никуда, шутка, конечно. Ну и посмотрим, как еще в дальнейшем, возможно, разработчики возьмутся за экономику игры. Сборочный цех у нас намечается на танк FV-205B, Аллигатор 9 уровня. Соответственно, это штурмовая премиумная ПТ-шка, ТТХ бронирование. Соответственно, есть частично на скриншотах. Как всегда, будет 4 главы в каждой по 11 задач. Из интересного сборочном цехе можно будет выкупать за голду или жетоны тачки из предыдущих цехов. Больше огнеметов, богу огнеметов, хотя, учитывая правки и балансировщик, в бою будет только по одному горыночу. На команду, может, не все так плохо. Соответственно, вот такая вот информация, что тут можно сказать. Если это огнемет, я не совсем понял, это огнемет или не огнемет, то, конечно, будет жестковато. Но, в любом случае, конечно, сборочный цех у нас как бы уважают в основном. То есть, многие готовы постараться и выполнить задачи, чтобы получить по итогу какую-то годную машину. Данная ПТ-САУ будет хорошо бронирована. То есть, видно, что по бронированию у нее все довольно замечательно. Да, есть уязвимые, конечно же, зоны. Но, в основном, я так понимаю, будет она отыгрываться от брони и от своего орудия. Вот, соответственно, как будут выглядеть задачи сборочного цеха. Все, в принципе, довольно стандартно. Тут разработчики особо ничего не поменяли. А вот как можно будет приобрести за жетоны, либо за золото, некоторые старые машины, если вдруг вам это нужно. Кроме того, не забывайте, что табель-календарь уже давным-давно в октябре работает. Просто я забыл упомянуть про это. Но, я думаю, вы и так в курсе. Но, на всякий случай скажу, что можно будет получить случайное игровое имущество. Кстати, это в том числе могут даже прям танки падать, как я понимаю. Потом 100 золота, 100 бонн, контейнер Путь Война, один день премиум аккаунта, декали, стальной трио, 2D стиль, триумвират, декаль, у меня лапки. Вот такие вот призы можно будет получить, если не пропустить ни одного дня. Обратите внимание, что отмечаться нужно на сайте, в специальном разделе календаря. Поэтому, в любом случае, придется заходить на сайт. В принципе, в этом и есть смысл акции. Но разработчики об этом не раз, в общем-то, заявляли. Ну, как бы открыто не заявляли, но подразумевали, что все это делается, чтобы вы заходили на сайт, там смотрели новости, смотрели всякие нововведения и так далее. Потому что не все заходят на сайт. Ну и также у нас названы, соответственно, новые огнеметные танки. Начнется все с танка на седьмом уровне, М4А3, фейл. Потом на восьмом уровне будет танк ТФ-3. Потом ТФ-4, девятый уровень. И замыкает танк Астрон фейл. Ветка будет в игре примерно 22 января. Кроме того, не стоит забывать про машину ТФ-2 Кларк. Это акционный танк девятого уровня. Который можно будет получить за выполнение операции компании Новые Горизонты. Соответственно, вот такие вот новости у нас, друзья. Что тут можно сказать по поводу вот этих нововведений? Очень много всего. Все-таки хочется надеяться на то, что вот этот глобальный патч, который разработчики пиарят уже целый год, станет действительно каким-то прорывом в позитивном смысле этого слова для танков. Потому что на самом деле, ну, есть уже какие-то не очень приятные предпосылки. Онлайн подупал. И как бы интерес игроков такое ощущение, что падает. Поэтому нужно срочно какое-то хорошее обновление, которое все-таки вернет игроков. При этом вернет не на день, не на два, а на продолжительное время. Иначе, как бы в 25-м году онлайн будет падать и дальше. Ну, кстати, насчет конца данного боя. Остается очень мало времени до конца. То есть около 30 секунд. Но игрок, несмотря на то, что времени практически нет, все равно мчится за артой. Благо он видел, откуда она стреляла. Да, пытается еще и блайндами тут попасть. И, казалось бы, не успевает уже 10 секунд остается. Арта могла уже куда-нибудь спрятаться. Но, к счастью, арта тут рядом была. И это победа. И это конец данного видео. Но не полный конец. Еще будут другие видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Пока.